Мы в нашем офисе в Москве. К нам приехала семья из Казахстана. Куда вы едете? Что случилось? Что вас привело сюда, в Москву? Мы хотим подать на убежище в США через Мексику. Основная причина подачи, почему мы уходим со своей страной, это политические мои убеждения. Во-первых, в первую очередь, я активно участвую в политических действиях, так или иначе, в этой стране, стараюсь как-то делать. Ну, что ли? Сейчас начались притеснения со стороны власти, началось преследование, что мне грозит заключение, то есть меня могут арестовать, и также будет угрожать опасность моей семьи и моим детям. Я понял, я вам это отдам, чтобы улучшить был звук. У меня еще вопрос. Вы говорили про то, что Игорь все сделал, аналитику по стране. Что он не сказал? Да, я смотрел тоже Игоря, что он делал по Казахстану. Там не только связаны с уралманами, этнические казахи, которые сейчас по закону разрешили приблить в нашу страну, сделать какие-то льготы. Но надо еще отметить, что в Казахстане существует разделение самих казахов, то есть уже проживающих на территории Казахстана, они делятся у нас по так называемым жузам, то есть это на младшие, средние и старшие жузы. То есть на юге казахи считают себя высшими казахами, на западе казахи считают себя вообще отдельными казахами от всех остальных казахов. Ну и когда происходят такие вот столкновения между этими представителями этих жузов казахов, то есть происходят различные стычки, происходят волнения тоже такие. К чему это может привести? Ну это, во-первых, это, конечно, может привести и седание, как-то не доносить, как-то или менять. Нужен вообще полностью менталитет в умах всех, наверное, казахов. Это может привести к национальной розни вообще в стране. Хотя и наша власть утверждает, что в Казахстане с национальностью никаких проблем 100% нет. Но это не так на самом деле. Потому что это делается все для мирового общества, только чтобы показать, что в Казахстане все процветают как страна. Понятно. Как власти борются с оппозицией в вашей стране? Ну, власти борются всеми законными и незаконными методами. То есть сама сейчас власть, это уже практически стало организованной преступной группировкой. Это раз. Больше похоже не на власть, а на какую-то мафиозную мафию. Борются по различным местам. Вообще, меняя статью, любому человеку могут арестовать по любой статье. Вот даже он в этом виноват или нет. То есть даже любое оппозиционное движение сразу объявляет экстремистскими или террористической организацией. Хотя на этом вообще основании никаких нет. И народ это все видит наш. Но люди боятся высказывать свое мнение сейчас, на данный момент. Хотя есть такое оболнение среди населения Казахстана. По поводу коррупции. Игорь все сказал о коррупции или есть что-то более, на что можно было обратить внимание? В планах коррупции, да. В основном вся коррупция идет, связанная так или иначе с государственными органами власти. Практически у нас все взрослое рабочее население, работоспособное, работают так или иначе на государстве. То есть выполняют какие-либо услуги или какие-либо работы для государства. А государство просто занимается обычным вымогательством тех же людей, которые делают для них, выполняют, оказывают им какие-либо услуги или предоставляют, делают какую-то работу. Вот это коррупция со стороны государства. Это даже не коррупция, это просто обычное вымогательство какой-то преступной группировки, можно сказать. Насколько обычный человек, обычный предприниматель защищен от таких действий? Обычный предприниматель он не защищен вообще практически. То есть он может оказаться участником коррупционного скандала? Сегодня, да, он крупный бизнесмен, завтра он уже сидит. И все относящиеся к нему родственники, люди, так или иначе имеющие с ним контакт, тоже становятся целями для преследования со стороны власти. То есть отбирают у них имущество, отбирают все, что может сделать власть. Я знаю, что у вас было нападение силовых структур. Что это было? Это было за высказывание своего политического мнения в обществе, это был обычный митинг мирный, но власти не дают народу, чтобы не было никаких собраний. То есть все, что у нас собирается больше трех человек, это уже несанкционированный митинг. Они так называют. Вас, я знаю, что убили. Да, при задержании полиция, конечно, оказывала физическое давление, то есть были побои со стороны полиции, были пытки, незаконные все. Часто такое бывает? Да, это встречается повседневно и повсеместно. В настоящее время то, что сейчас происходит в Казахстане, возможно как-то изменить? Вы видите будущее, светлое будущее в вашей стране? Конечно, в Казахстане изменить это. Казахстан, наверное, одна из самых сейчас таких стран, где можно изменить практически все сразу, проведя там несколько обычных реформ в стране. Потому что у нас население позволяет сделать это. У нас очень маленькое население при такой огромной территории, при таких возможностях нашей страны мы должны жить. Как же Казахстан знает, что мы должны жить не хуже, чем в Арабских Эмиратах. Ну, оно так и есть. Любой человек, малый или даже немного разбирающийся в политике, в планировании бюджета в общей стране, откуда страна получает доходы и куда она их тратит, можно посчитать даже самым простым человеком. Я понял, находясь в эмиграции в США, вы планируете как-то участвовать в политической жизни вашей страны, как-то взаимодействовать с оппозиционными группами, помогать, может ли, как-то? Ну, да, конечно, судьба моей страны, моего народа, мнения безразличны. Конечно, я буду стараться все равно изменить что-то от меня зависящее, буду предпринимать какие-либо, высказывать, по крайней мере, буду высказывать мнение, мнение народа, который на данный момент не может высказать свое мнение. Ну, хотя все об этом знают. На свободу просто даже нету обычной свободы слова, нету свободы действий в Казахстане, нету свободы глума. В принципе, все, вопросов нет. Я возьму, друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, удачи, новости, всем пока.